Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня я решила сделать следующее. Я решила повторить макияж куклы Братс. Значит, сижу я за компьютером, время уже позднюю ночь. Присылает мне мою подписчицу ссылки на офигительно классную идею. На офигительно классные макияжи, которые, конечно же, уже есть на американском ютубе. Это макияжи, где блогеры пытаются переоплотиться в кукол Братс. И я поняла, что я просто должна это сделать. Я выбрала вот эту вот куколку. Мне она безумно понравилась. Мне нравится внешность, мне нравится макияж. Он чем-то похож на мой макияж, когда мне было лет 12-13. Поэтому я решила, что это был бы интересный вариант, чтобы повторить. Ладно, давайте уже приступим. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык. Включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Кукла, которую я выбрала, это просто самая настоящая гламурная киса. И я, если честно, очень давно хотела сделать подобный макияж. Поэтому надеюсь, что у меня сегодня все получится. А вы обязательно оцените. Прежде чем начать делать вот этот вот великолепный макияж, вот этот вот великолепный Братс, нужно убрать волосы. Нужно надеть линзы. У моей куколки большие серо-голубые глаза, а у меня большие серо-голубые линзы. И нанести базу под макияж и базу под макияж век. Для подготовки кожи лица я использую праймер. Его нужно совсем немного. И вот это небольшое количество я распределяю по лицу. Кстати, супер маленький лайфхак. Если вы хотите достигнуть максимально естественного эффекта, ну, например, в школу, то используйте матирующий праймер без тональника. Кожа будет выглядеть, само собой, естественно, и синяки ваши отныне уберет, но она будет выглядеть очень гладкой и смотреться сама по себе гораздо лучше. Также я наношу базу под тени. Я наношу как на верхнее, так и на нижнее века их. Я буду делать достаточно активный макияж, и без базы будет трудно. Хотя в повседневной жизни, ну, я ее не использую или использую супер редко. После того, как кожа подготовлена, и после того, как подготовлены уже непосредственно веки, я считаю, нужно начать с тонального средства. Здесь должно быть однозначно довольно-таки плотное покрытие, потому что, ну, если честно, то я считаю, что Братцы, это вот такие вот куклы, это канонические просто чайкули. Вот просто чайкули 10 уровня 10. Да. Поэтому здесь должно быть все идеально. Идеальный тон, идеальный макияж, и это все должно быть не только идеально, но этого должно быть также и много. Братцы, это очень гламурная история. У них идеальный макияж и крутые наряды, и, конечно же, если бы они были реальными девушками, то и кожа у них была бы идеальная. Поэтому я наношу на базу достаточно плотный тональный крем. Хотя, знаете, что я вспомнила? У Братцы-то уже очень давно вышел целый фильм, и вроде как я даже его когда-то тогда смотрела, но это не точно. У меня был период, когда я смотрела все фильмы, даже суперстарые, про школу и про подростков. Уже даже не помню, что именно я там смотрела, и понравился мне этот фильм или нет. Но точно помню, что реальные девушки в нем смотрелись как-то вот так. Как вы думаете, они похожи на кукол? Ну, на ваш взгляд. Хочу нанести тональный крем в два слоя, чтобы у нас прям была идеально фарфоровая кожа в итоге, как у куклы, потому что я пробую делать макияж, как у куклы. Дальше я хочу убрать все ненужные цвета на моем лице, чтобы оно было максимально однородным. Сейчас я буду смешивать два вот этих вот цвета консилера, чтобы подогнать его идеально под цвет моей кожи и замазывать. На сей момент кожа очень-очень-очень-очень-очень далека от идеала, к которому я буду сейчас стремиться, вот к этому кукольному. Но перед тем, как продолжить все манипуляции с кожей, я хочу сделать брови. А теперь брови. У куклы они выглядят достаточно дерзко, и у них есть градиент. Если обратите внимание, у начала брови они светлые, потом темнее и еще темнее. Такие брови мне очень нравятся, что у нее, что просто на фотографиях живых людей. И я очень постараюсь сейчас создать нечто похожее. Кончик бровей я прорисовываю помадкой для бровей. Я делаю также более острый подъем и самую верхнюю часть. А также продлеваю саму бровь. Растушевываю помадку в начало брови. Ее на кисти осталось уже не так много, и поэтому получится легкий градиент. На этом, ну, я, конечно же, с бровями не заканчиваю. Я беру теперь кисточку, немного пудры, и вбиваю ее вот сюда. Это брови, которые можно просто короновать. Брови королевских бровей. Королей короля. Просто девочка дьявольский прищур. А расскажите-ка о ваших куклах. У вас вообще были братцы? Играли вы в них? Или как вы вообще к ним относились? Так, после того, как я нарисовала вот эти вот волшебные брови, самое время сделать контуринг лица. Вот просто ждусь, не дождусь. Смотрите, как мало у меня осталось моего средства для контуринга. Наверное, сейчас оно все и уйдет. Кстати, по ходу дела дам вам небольшой совет. Чем ниже вы рисуете вот эту вот линию начала, контурирующей линии вашего носа, тем уже ваш нос будет в итоге казаться. То есть, если я рисую ее вот здесь, это визуально продлевает мой нос. Если я рисую ее здесь, это визуально укорачивает мой нос. А как мы можем обратить внимание, у куклы братцы у них именно, что такие носики супер-супер маленькие, практически их не видно. Так что к этому, соответственно, нужно будет сейчас стремиться. Теперь я наношу консилер. Растушевываю его, кстати, при помощи двух спонжей. Сначала растушевываю чистым, потом беру тот, которым растушевывала уже темный контуринг, и таким образом делаю чуть более естественный эффект. Когда прохожусь спонжем, на который остался темный пигмент, по краям, только по краям, именно уже светлой растушевки. Так, я сделала частичный контуринг. Да, не пугайтесь, это именно что, частичный контуринг. Еще впереди будет немного работы, тоже с контурингом лица, с сухими текстурами. А пока я просто возьму и немного его припудрю, чтобы перейти к самому, наверное, интересному в этом макияже, к глазам. Вы знаете, в этом макияже я не хочу делать что-то вот в таком роде. Я хочу просто сделать, попробовать у нее макияж, как если бы, ну, она бы носила его в реальной жизни. Для создания такого макияжа глаз понадобится, ну, на самом деле, не так много. Нужны серые тени в разных оттенках. Как базовый я использую светло-серый цвет и осторожно растушевываю его в складку. На него уже наношу более темный серый. И также крашу нижнее веко. Так, теперь очень легко все это еще раз растушевываю, чтобы грязь не намутить. Теперь я беру консилер, наношу его на верхнее веко. Растушевываю, чтобы получилось более аккуратно. И уже на консилер я наношу белые тени. И самое время приступать рисовать стрелку. Как обычно, я переживаю перед этим моментом, потому что стрелки вот в данном макияже, они просто порешают все у нас. Или получится вытянутый вот этот вот сексуальный глаз, или ничего не получится. Кстати, если вам понравился этот челлендж, то присылайте мне в инстаграм в директ фотки кукол, макияж и образ которых вы бы хотели, чтобы я повторила, возможно, в следующем видео. Так, сейчас нужно будет подкрутить ресницы, накрасить ресницы и наклеить ресницы. Целых три задачи. Потому что иначе будет не до конца понятно. Моя новая любовь, это ресницы на магните. Я вам их уже показывала неоднократно, но, блин, вот, как вы знаете, я очень криворук, кривожоп. Нет, все-таки криворук. Криворук в плане наклеивания ресниц на ресницы. Да, в общем-то, не только в этом. В общем, но вот ресницы на магните, это прям вообще максимальное для меня спасение. Первое время было не очень удобно, но потом, когда я приноровилась, это просто вообще, это вот суперидеальная, легкая вещь для тех, кто не может в ресницы. Просто чувствуйте разницу. А вот теперь настал момент, которого я реально безумно долго ждала. Это момент сухого контуринга. Вот вы сейчас просто офигеете, как сильно все изменится, как изменится этот макияж после того, как я нанесу бейкинг. В идеале нужно, чтобы он уселся. 5-7 минут это более чем мог. Пока делается бейкинг, я предлагаю накрасить губы. Для начала понадобится специальная база под губы, потому что здесь, понятное дело, придется достаточно сильно их сейчас увеличивать. Ну просто вот прям пипец, как сильно увеличивать. Поэтому при помощи этой базы я начинаю делать контуринг будущей линии губ. Благодаря этой базе не так сильно заметно, что ты вышла за контур. Контур губ у этой куколки немного темнее, чем основной ее цвет, поэтому я тоже буду использовать более темный карандаш для губ. Собственно, о чем я и говорила. Сейчас я достаточно сильно вышла за контур моих губ. Еще и рисую совсем другую форму, но это не так сильно палится. И особенно на фото и на видео. Потому что если бы базы не было, было бы совсем другой вид. Теперь, когда я сделала вот эту прекрасную верхнюю губу, можно бейкинг смахнуть уже. Кстати, сейчас докрашу губы, а вы мне напишите, мне идут такие губы? Или лучше не-не-не, больше так их не красить. И осталось сделать самую малость. Во-первых, я вспомнила тут, что у меня, оказывается, есть белый парик. Именно того цвета, какой у куколки. Осталось добавить каплю хойлайтера на внутренние уголки глаз и на скулы. И можно будет оценить уже конечный результат. Что ж, такой макияж у меня получился. Обязательно напишите, как вы считаете, получилось ли у меня повторить именно макияж, какой ты братц. И нравится ли вам полученные на мне результаты или такие нет. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч.